велосипедный фонарь рок-брос мощность 1000 люменов модель рок-брос в 9 м сейчас все посмотрим про все расскажем вот такая красивенькая коробочка можно повешать на что примечательно в коробочке в пластике есть отверстие и вы можете прямо в коробке его включить это прямо интересно было довольно таким я как из упаковки из китайской достался алиэкспресс его заказал китайский пакет оторвал ух ты сразу первым делом я нажал и он у меня вот так засветился это интересно все быстренько сейчас открываем и его посмотрим такая плотненькая коробочка слушайте я даже обалдеть слушайте папа опа все кое-как открыл вот так вот у нас инструкция а смотрите тут у нас еще пластик чтобы вам добраться вам нужно раз вот так крышечку убрать в комплекте у нас инструкция все инструкцию мы убираем дальше у нас крутейшая держалка вот так вот она регулируется я честно говоря уже на велосипед и и прицеплял вот так вы и раз вытаскиваете за руль цепляете засовываете обратно и колесико накручиваете ну такой мягкий бархатистый пластик далее зарядка аккумуляторный фонарь со встроенным аккумулятором он водонепроницаемый вот сейчас фокус мы сделаем айпи x6 у него в общем его можно даже в водичку вот так вот булькать ненадолго так фокус появляйся в комплекте идет микро usb конечно жаль что не тайп си потому что фонарик стоит две с половиной тысячи две четыреста шестьдесят по моему за две с половиной тысячи могли бы сделать в принципе и тайп си usb тайп си металлический смотрим что у него по режимам написано на коробочке что он 1000 люменов потом написано 200 метров он светит я схожу на улицу проверю 200 метров или не 200 метров но и сзади инструкции включаем ну конечно тут светит очень мощно но это нам пока ничего не дает ну-ка еще пробуем другой режим режим стробоскопа включился все вот у него три режима света потом четвертый режим а через четыре режима не могу понять честно говоря пока но это не суть это можно разобраться разобраться это можно по уже по логике в общем вот я нажимаю нажимаю меняется до три режима света и два режима или один режим стробоскопа далее вот это что за кнопочки я честно говоря не могу понять что за индикаторы что за индикаторы я не могу понять так дальше но тут у него тут у него юсб сейчас на его прицепим на держатель все вот так довольно жестко цепляется раз открыли вы щелкнули ну-ка пробуем с другой стороны все другой стороны тоже цепляется то есть проблем нету как бы вы не закрепили и да тоже фиксируется ну-ка посмотрим здесь фиксаторы с двух сторон сейчас пробуем фокус сделать ребят это любительский обзор такой знаете от души поэтому он не сильно профессионально этот все так на ходу делаю без монтажа фонарик с двух сторон цепляется это здорово на самом деле очень важный параметр это вес фонарика у меня есть весы мы взвесим мы сейчас взвесим этот фонарик сколько он у нас весит так взвешивать наверное более правильно его вот так вот 184 грамма показывает что он у нас весит вместе 185 давайте третий раз контрольный 184 грамма весит вместе с креплением здесь него вес не указан я на самом деле все лето отъездил вот с таким фонарем это рок-брос на 400 люменов вот этот на 1000 этот на 400 на 400 он стоит 1000 рублей кстати говоря давайте его взвесим для интереса просто он полегче он полегче прям довольно ощутимо 110 грамм давайте второй раз 110 грамм против 180 ну блин знаете почти в два раза она и чувствуется но у них и дальность разные вообще параметры разные я буду снимать сравнение их поэтому сейчас мы про этот фонарь говорить не будем а еще немножко поговорим вот про этот я его сейчас прицеплю к велосипеду и посмотрим насколько удобно он цепляется к велику а потом я схожу на улицу и буду светить им на улице все идут цеплять к велосипеду сейчас я прям в режиме реального времени опа велосипед чуть не уехал он у меня без подножки я его наклонил на другой велосипед в режиме реального времени прицеплю полностью на руль наш новенький рок-брос на 1000 люменов поехали все время пошло откручиваем эту штучку крутилку вращалку открутили достали так смотрите крутилка вращалка должна наверное быть на нас направлена но это по настроению так как у нас фонарь цепляется в любую сторону то мы его потом перецепим все закручиваем так вот прям я так делаю издалека ощущение что у меня попало не по резьбе есть такое ощущение а попало не по резьбе потому что у меня хлястик зацепился за гидролинию и еще на штативе у меня раскачался телефон ну прям у нас action настоящий так цепляю вторая попытка не накручивается слушайте ребят так мне неудобно я поэтому сейчас уберу фонарь с фонарем неудобно все фонарь пока в карман и цепляем без фонаря цепляем без фонаря сразу колесико я думаю не не важно какой стороной попытка номер два цепляем без фонаря не очень получается ну-ка давайте посмотрим ага я понял почему не получается потому что я не заправил вот это вот сюда вот так вот надо заправлять это я не сделал поэтому не цепь не получается сейчас я это делаю заправил развернул закручиваю все закручивается сразу же когда делаете все правильно получается прям сразу же с первого раза закручиваю и чувствую она у меня подтягивается сушить не подтягивается почему-то нет подтягивается все подтянулась а крепко зафиксировалась цепляю фонарь цепляю фонарь раз все фонарь зацепился шикарно светит смотрите вот я не могу пошевелить потому что есть некоторые похожие крепления на резинке его можно подшевелить чтобы здесь наклонить нужно ослабить все затянул очень крепко прямо вот сейчас нужно можно подтянуть вот подтянул монолитном фиксация мы прям на и крепрей на и на и крепчайшая на и крепчайшая фиксация так ладно пробуем снять и закрутить не снимая фонарь то есть раз и и и от себя себя от себя и и выталкиваем так 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 ну так это знаете довольно таки нормально снимается все нормально сняли но еще разочек зацепим ее уже по фэн-шую уже знание у нас есть раз обратно на себя ее подтянули сразу же вот так вот и ставим колесико затянули до конструкция хорошая вот тут вот так вот немножко торчит поэтому можно ее сделать вперед этим местом чтобы тут у вас ничего не смущало можно назад кому как удобней еще раз давайте режимы фонаря я сейчас вот так сделаю вниз и режимы по нажимаем вот такой мигающий так раз это наверно слабенький два посильней три еще сильнее ну прям лупит в комнате светло он светит на смотрите пучок у него контура нет я так понял ну-ка давайте попробуй так немножко на пол его сделать вот такое круглое пятно потому что если бы был бы контур его было бы видно сейчас еще схожу на улицу и проверю как работает фонарь на улице так кстати говоря никаких у него светодиодов дополнительных нету выключается фонарь долгим нажатием тест фонаря для велосипеда рок-брос в 9 м 1000 грубо говоря рок-брос 1000 он стоит две с половиной тысячи рублей на алиэкспресс сейчас вы посмотрите как он может светить выключаю подсветку на телефоне и включаю фонарь давайте начали фонарь включу фонарь включил подсветку на телефоне выключил так а значит до дерево 15 шагов режим поярче еще поярче смотрите он включается со слабого режима у него три режима света я так понял четвертый режим это уже пошел режим стробоскопа смотрите когда вы нажимаете включается режим самый слабый нажимаете еще раз посильнее и третий раз самый сильный но слушайте световой пучок рассеянной границы какой-то нет у него вот так вот дерево в 15 шагах от меня находится береза вон вдалеке находится где-то 35 шагов примерно то есть она больше чем в два раза дальше вот ну подсвечивает на самом деле хорошо не супер как-то но прям четко вдаль вдаль светит тоже очень отлично дать и еще подальше но вот эти вот без света но у меня телефон перестроился вот с подсветкой вот кусты вот эти находятся достаточно далеко их прям подсвечивает отлично вот свет убираю свет убираю вот это вот без света вот это подсвечиваем деревом и ну давайте вот на 15 шагов до вот этих елок убираю елок не видно елки видно так фокус гуляет потому что конечно камере телефона трудно так реагировать сейчас где-то минус 8 прохладненько рок-брос 1000 давайте еще раз посмотрим сейчас фокус поймаем тогда холодно руки мерзнут но вот так вот светит фонарик вот так вот он светит тут кучи это окраина южного так 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 но в принципе светит хорошо уверенно ну прям мне кажется на две с половиной тысячи он не светит потому что фонарик за тысячу за полторы на мой взгляд будет светить прям примерно как-то так же похоже так что что можно сказать на 2 на два с половиной косаря он не тянет он может быть долго работает то что у него водозащита есть это тоже очень хорошо возможно он на холоде очень долго работает я его купил недавно еще в мороз его не тестил но в принципе работает ну так нормально хорошо но рок-брос 400 вот у меня есть фонарь он светит мне прям не хуже кажется ребята я вот уже две недели вот этим фонариком пользуюсь рок-брос на 1000 люменов я когда видео про него снимал самое первое я чуть-чуть его пару поругал и это было необоснованно я в конце видео сказал что он на две с половиной тысячи не светит и якобы вот этот вот фонарь который на 400 люменов тоже рок-брос якобы он светит также на самом деле это я был неправ вот этот фонарик рок-брос 1000 он монстр это монстр фонарь он бомбит 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 разрывает короче говоря темноту гораздо круче у него световой пучок гораздо удобнее мне вначале показалось что световой пучок удобнее вот у этого фонаря но нет он реально стоит своих двух с половиной тысяч то есть он прям на эти деньги фигарит на всю матушку если у вас стоит выбор брать фонарь на 400 люменов или на 2 или на 1000 люменов за две с половиной тысячи сейчас возьму их 2 чтобы было видно что скажу вот фонарь который на 1000 люменов он прям свои деньги отрабатывает ну по чесноку то есть он на все два с половиной косаря светит прям будь здоров на 400 люменов не хуже но это не то это не то бомба вот этот фонарик по габаритам он такой же по габаритам он такой же но практически такой же по весу он конечно больше ну вот еще раз повторюсь что я сказал что он якобы на свои деньги не тянет это не так на свои деньги он тянет прям по полной программе я снял видео где делаю детальное сравнение двух этих фонарей то есть сравниваю их по всем параметрам если интересно то смотрите еще я снял видео где рассказываю вот про этот крутейший рюкзак вот этой компании который завоевал признание многокилометровыми велопроездами то есть многие многие велосипедисты этот рюкзак уважают прям за его велозаслуги кому интересно тоже видяшку про велорюкзак смотрите